Кирпичик кирпичику О любви к жизни и о жизни в любви История, похожая на каждого из нас Что важнее, искренние чувства или все решают деньги Родители, которые мечтают об удачном браке детей И дети, которые стали заложниками нового времени Спектакль «Дом, который построил ты» В постановке заслуженного артиста России Валерия Бурматова На сцене Бугрусланского драматического театра имени Гоголя А вот как строили один из старейших театров на Урале И почему труппа так долго не могла найти свое место в родном городе История, люди и роли По-настоящему живого театра Западного Оренбуржья 1898 год Архитектор Тадеуш Хилинский представляет проект Народный чайный с театром Первое здание возведено к 90-летию со дня рождения Гоголя Центр города – Соборная площадь Этот храм культуры был призван бороться за трезвость Но задумку уездного попечительства оборвала стихия Огонь уничтожил деревянную конструкцию На ее месте было сооружено новое здание Под названием «Гоголевская аудитория» Примечательно, что режиссерами и актерами того времени в театре были известные люди города Не было же профессиональных актеров И в театре играли такие люди, как Сергей Аркадьевич Аксаков Это племянник Сергея Тимофеевича Аксакова Он на тот момент служил в Городской думе Николай Николаевич Рычков Это правнук Петра Ивановича Рычкова Русского историка, краеведа А в 1920 году со сцены театра выступает Командующий Южно-Уральской группы войск Восточного фронта Михаил Фрунзе Война не сломила коллектив театра И в годы Великой Отечественной 1 августа 1941 года местные власти принимают решение Закрыть Бугрусланский колхозно-совхозный театр Но культурная жизнь в городе не замерла Труппы увеличивается практически вдвое Война застала Сумский театр имени Щепкина В гастрольной поездке в Бугруслане Город нефтяников принял украинских актеров В то время в театре начинает свой путь Заслуженный артист РСФСР Вадим Яблочкин А два года спустя по приглашению дирекции Приезжает Зинаида Казанли Помимо работы в театре Очень часто выезжали в колхозы Добирались на старенькой полуторке А когда она ломалась, то приходилось ходить пешком Мы знали, что нас ждут Нам будут рады И шли, несмотря ни на какие трудности Два раза в неделю давали концерты в госпиталях Была создана группа молодых актеров Которые каждую пятницу ходили гладить И сворачивать бинты для операций Об этом времени в театре не забывают А зорь здесь тихий Завтра была война Потомок И, конечно, символ истории Бугу Руслана Спектакль «Город надежды» Именно здесь, на западе Оренбуржья Расположилось единственное в стране Центральное справочное бюро Обработано почти 17 миллионов запросов И только в одном случае мы могли оставить на один день Свою рабочую смену и идти домой Если сами получили похоронку Театр пережил войну, но пожары вновь не давали полноценно работать Играли, где приютят На несколько лет коллектив обрел дом в ДК «Юбилейный» И только в 2015-м в городе появляется новое здание театра Нам приходится ставить достаточно большое количество премьер Скажем, в том году было 7 В этом году уже будет 8 Можете себе представить То есть в каком темп-ритме работает театр Мы ставим премьеры Мы работаем свои спектакли До 200-230 мы ставим спектакли Просто показываем спектакли в год При этом труппа 21 человек На помощь приходят юные актеры из творческих студий Например, в постановке московского режиссера Вячеслава Сорокина «Женитьба Фигаро» Театр – это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра Николай Васильевич Гоголь Да что мы сняли об этой ужасной Об этой прекрасной Об этой Ну правда Другой такой не будет В жизни Трогательный и искренний На сцене и в жизни Валерий Бурматов приехал в Бугруслан 35 лет назад Планировал на один сезон А получилось на всю жизнь Как признается сам В первую очередь остался благодаря зрителям Очень мало играли в городе А в основном по селу И Ну когда 12 часов ночи Сидит мамаша с грудным ребенком Вот и смотрит А он там что-то пикает А ему дает грудь, чтобы он помолчал какое-то время А сама смотрит дальше спектакль То этого дорогого стоит Он играл в театрах Челябинска, Кастаная и Семипалатинска Шут в Короле Лире Ваня Ерофеев в моноспектакле «Москва петушки» И поприщин из записок сумасшедшего Он уверен, что театр должен отвечать на запросы общества Только вера в то, что это нужно И то, что мне поручили, доверили И что этот образ очень необходим сейчас Примут сегодня, в этом году Желание говорить о нужном Именно это привело его на режиссерское поприще Он много ставит о войне Среди любимых работ «Вдове пароход» и «Вера, надежда, любовь» Но какой бы сложной ни была постановка Зритель должен почувствовать, что выход есть Жизнь сложна, они без меня это знают прекрасным образом Еще лучше, чем я знаю В любом случае, там в конце или в середке Или где это, не знаю Должна быть надежда, что человек живет не зря Этому он учит и молодых артистов В 2019-м труппу пополнил Руслан Аменев Выпускник Южно-Уральского института искусств имени Чайковского Чудики, любовь к трем апельсинам, баллады о крыльях За спиной десятки ролей, но пока в непрофессиональных коллективах В Бугруслане сразу приступил к репетициям Руслан Аменев играет Осипа в ревизоре Первый спектакль символично по пьесе Гоголя Сейчас я продолжаю учебу в Екатеринбургском государственном театральном институте По специальности режиссер драматического театра Мастерская Андрея Ивановича Русинова В планах поставить спектакль о войне А пока работа для маленьких зрителей Руслан Аменев стал режиссером сказки «Ванюшина счастье» Там, естественно, будет и противостояние добрых и злых сил И, конечно же, будет любовь Как же без любви? В нашей жизни ее так мало, что хотя бы на сцене Молодой режиссер уверен В любом материале главное найти то, что отзывается в сердце Ведь только это позволит искренне порассуждать И донести до зрителей свой главный замысел Обращаться со словом нужно честно Оно есть высший подарок Бога человеку Николай Васильевич Гоголь Спектакль «Аленький цветочек» В роли Настеньки мастер сцены Виктория Кучаева Она могла стать стюардессой Получила диплом электромонтажника Но мечты о сцене не покидали ее с самого детства Первая роль Мальвины сыграна еще в саду А в 17 лет Виктория переступила порог Бугурусланского театра Сейчас в ее посложном списке десятки спектаклей От кекимора в детских сказках до сложных драматических персонажей Роль-то надо сделать, понимаете? Не просто выйти эмоцией сказать Каждую роль надо прожить Вот не знаю, приезжают даже вот Ну как бы многие критики даже приезжали из других городов Про наш театр сказали, что у нас живой театр Она училась в Оренбурге, Москве и Екатеринбурге Яркую, темпераментную Викторию Кучаеву Сложно представить просто сидящей на месте При стопроцентной занятости в театре она возглавила детскую творческую студию И уже много лет остается идейным вдохновителем фестиваля «Волшебный занавес» Площадка, где каждый школьник и студент получает шанс стать мастером сцены Нам надо отдавать энергию Мы же от зрителей тоже получаем Понимаете? И поэтому энергообмен идет вот это Да еще если с любовью подходишь к любому делу С любовью Потому что если ты не хочешь, все пойдет наперекосяк С любовью и азартом выходит на сцену и Эдуард Женихов Он приехал в Бугаруслан из Челябинска И за один сезон смог стать своим И для артистов, и для зрителей Настоящим прорывом для него стала роль Хлистакова в спектакле «Ревизор» Уже позже руководство театра признается, о ревизоре думали давно, но ждали именно такого Хлистакова Молодого, свободного и очень открытого Все по Гоголю, без царя в голове Эдуард признается, что это одна из самых сложных работ Вот вроде кажется, что проще не может ничего быть Но я играл, как у меня всегда режиссер, ты играешь рассудительно Он у тебя прям знает, умный такой вот А это надо найти вот эту вот грань, что его заносят постоянно Он весь такой вот активный, попрыгунящий такой Он приверженец классического театра И мечтает сыграть драматическую роль Чтобы вместе со зрителем переживать, рассуждать и искать выход Одна из любимых ролей в спектакле «Потомок» по пьесе Владимира Жеребцова Эдуард Женихов исполнил роль подростка Димы Который в одночасье перемещается в гущу военных событий 42-го года У нас шестиклассники выходили, они рыдали Я не думал, что на школьников такое впечатление произведет Ну, я не знаю, как описать, это блестящий спектакль Это, кстати, ставил тоже опять-таки мастер сцены Евгений Геннадьевич Королевец За эту роль Эдуард Женихов получил награду «Кумир» в номинации «Дебют» Но помимо серьезных взрослых спектаклей Он с удовольствием играет и в сказках Кирилл из Морозка, Трубадур из Бременских музыкантов Про него говорят «Жадный даролей» Конечно, в хорошем смысле этих слов Он готов играть без остановок Отдавая всего себя не только во время спектаклей Но и на репетициях Вот подлинно, если Бог хочет наказать Так отнимет прежде разум Николай Васильевич Гоголь Встреча потенциальных сватов Две семьи, которые пытаются произвести друг на друга неизгладимое впечатление Легенда о крупном бизнесе, якобы временное жилье И дорогие украшения, взятые на прокат Каждый пытается соответствовать статусу миллионера Театр взрослых людей ради комфортной реальности их детей Мы детям желаем не любви, мы желаем денег И вот это замещение денег на любовь Оно становится какой-то натуральной проблемой современного общества Дом, который построил ты Классическая комедия по пьесе известного московского драматурга Ольги Степновой Единство места, времени и действия Сюжет подкреплен и любовной линией Жан ухаживал за Мариной еще в школьные годы Я посмотрю, как будет смеяться Фелис Самая красивая девочка в классе живет с неудачником Сергей Зиновьев, Виктория Кучаева, Артем Берлин А в роли деда Семена легенда театра Валерий Бурматов Его герой единственный, кто остается в стороне от обмана Мудрый старик пытается рассказать правду Но все его попытки оказываются тщетными Он строит ударение на первый слог, замки Ну, землю скупает, ну, нелегально это И на каждый сто гад замок, ну, на себя записать не может У нее остеопороз, она постоянно руки, ноги ломает Ну, вот она с детьми своими живет И внучка здесь, и дочка здесь, все здесь Ну, вы знаете, мне даже выдумывать ничего не надо Ничего, абсолютно все настолько ясно и понятно Ясно и понятно, потому что близко к каждому С этой сцены предпочитают говорить о простых людях и их судьбах Актеры и режиссеры уверены, к ним приходят в первую очередь за ответами Ведь за каждой сценической историей разговор реальных людей Диалог талантов и поклонников Бугрусланского драматического театра имени Гоголя Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова